Доброго здоровья, друзья! Я хочу еще несколько слов сказать о своей статье, которая называется «Пьер Довитива Бармянах». Сегодня она вышла в научном журнале. Я сделаю об этом отдельное видео. Там есть интересные вопросы. Редакция не просто пропустила эту статью, пропустила с определенными оговорками. Я вас познакомлю со всем этим, это интересно. «Пьер Довитива Бармянах» Я выпустил уже два видео, в которых рассказал о некоторых моментах этой статьи. Своей статьи. И ни разу его полностью не представил, поэтому я исправляю эту ошибку. «Пьер Довитива Бармянах» Это писатель, историк, географ. Он также был и военным. Живший с 1573 по 1635 годы. Представитель знатного дворянского рода Франции и камер-юнкер во времена правления Людовика XIII. Камер-юнкер королевского двора. Это человек, который был допущен к особе королевской, в королевские палаты. То есть, в общем, человек, обладавший особым королевским доверием, скажем так. Труд, который мне стал интересен в связи с историей армян и который называется «Государство, империя и княжество мира, представленное описанием земель, обычаев и нравов местных жителей, богатства их провинций, армии, способы управления, религии и князей, которые правят каждым государством, с описанием происхождения всех религий, рыцарей и военных орденов». Он был издан впервые в 1613 году, потом в 1616. И переиздавался множество раз. Это глобальный труд, по сути, космография, описание всего известного мира. И здесь есть об армянах. Я не стану читать вам то, что написано в статье. Вы это сами сможете прочесть. Ссылка на статью есть под этим видео, под предыдущими видео. Статья довольно большая, требует терпения, но кто интересуется историей, тому наверняка будет интересно. Хочу подчеркнуть, что Пьер Давидти пишет об армянах не как о народе, а как о религиозной общине, которую он называет сектой. Это община восточно-христианского обряда. Причем это в его описании довольно маленькая община. Она являлась частью другой христианской секты, как он говорит. А та, в свою очередь, являлась частью всей церкви восточного обряда. Церковь восточного обряда состояла из... В Азии была представлена диаскорийской общиной, нестерианской и мельхидской. И армяне входили в диаскорийскую общину, как ее часть, вместе с яковитами и коптами. К слову говоря, у яковитов тоже был и свой алфавит. У нестериан был свой алфавит и свой язык, о котором они говорили, он назывался нестерианский. Армяне у Пьера Дэ Витти описаны исключительно как религиозная община, не как народ. Мы можем убедиться в этом и следующим образом. Пьер Дэ Витти описывает некоторые области. И вот местных жителей он представляет, как некоторую группу людей, объединенных какими-то обычаями. Обычаями вести войну, обычаями воровать, обычаями охотиться. Но это действительно то, что мы можем принять за описание народа в нашем нынешнем понимании этого слова – народа или нации. Есть такие. О местных жителях Карамании, Карасана – это персидские провинции, Туркомании – это турецкая провинция. Он пишет, рассказывает о некоторых обычаях. О некоторых. Он не говорит о них как о народах. Просто вот местные жители, они вот здесь вот так вот охотятся, там вот так. Об армянах он пишет исключительно как о религиозной общине. Так вот, если бы армяне, как утверждают многие традиционные историки, традиционные, конечно, в кавычках, все это понятие очень размытые, но те, которые придерживаются принятой сегодня версии армянской истории или истории армянского народа, если, так как они считают, если согласиться с ними и утверждать, что армяне были народом, то тогда был народ армяне и была армянская община религиозная. Допустим, предположим. Но тогда армяне народ, представители народа должны были присутствовать и в других общинах. Ну, правильно ведь? Не только в армянской. Если между армянским народом и армянской общиной не стоит, и христианская, не стоит знак равенства, то тогда представители армянского народа должны присутствовать и в других общинах. Но ничего подобного ни у Пьера Давити, ни у других авторов мы не находим. И армянская религиозная община, или секта, как ее называют Пьера Давити, и армянский народ – это одно и то же. То есть это тождественные понятия. Хотя народом тогда армян не называли. Еще раз повторяю. Это все путаница с этими понятиями. Сложно распутывается, но мы этим и занимаемся. А вот. Пьер Давити уделяет большое внимание армянам. Он описывает, я привожу переводы. Пьер Давити, кстати, не переведен был на русский язык до вот этой статьи, которую я выпустил. Я перевел несколько отрывков, которые, естественно, касаются армян и некоторых очень важных для армян соседей, которые издавна были соседями. И он уделяет большое внимание всем, описывает мельхитов, нестериан, диаскорийцев, в общем, в частности, армян, яковитов и коптов. Я перевел большие отрывки, полностью, без купюр, со своими комментариями, естественно. Но вы увидите их, просто выложенные целиком от начала до конца. Это полные цитаты из Пьера Давити. Что пишет он об армянах, что я хотел бы выделить. Все вы прочтете, можете прочесть, если захотите сами. Но вот для меня очень интересные вещи были следующие. Во-первых, он приводит факты перехода, передачи в собственность армянской общины, не только армянской, кстати, иностерианам, и мельхитам, некоторых храмов, католических храмов, то есть храмов латинского обряда. Это первый интересный факт. Второй интересный факт, то, что он рассказывает историю мельхитов и историю нестериан, то есть предысторию вот этих вот сект, и не рассказывает историю армян, армянской общины. Для меня это довольно интересно было, поскольку некоторые авторы все-таки хоть как-то отмечали предысторию. Так вот, интересно, что я в истории общины мельхитов и истории общины нестериан узнаю современную историю армяния. Вы тоже сможете с этим познакомиться. Для меня интересным было также то, что Пьер де Витти обозначил количество армянских семей, которые проживали в Турции. Это очень интересно. Он сказал, что их примерно около 20 тысяч. Это небольшое количество, поскольку Турция, как вы понимаете, в те времена простиралась от Египта, включала Египет, и Греция, и современные страны, даже Молдавия, и Венгрия там частично. То есть это была огромная страна, и Солдовская Аравия современная. Это огромная была страна. И вот на ее территории было всего лишь 20 тысяч семей. Я пытался выяснить, какое количество в семьях, ну это были в основном бедные семьи, имелись в виду, какое количество детей там было, и вообще, ну не смог найти, поэтому не стану говорить, может вы сами разыщите, найдете интересные материалы. Но кроме этого он указывает, что у армян было 24 монастыря, 18 епископов. Это действительно очень-очень небольшое количество для такой территории. Описание армян имеется в голове о Персии, описание армян имеется в голове о Турции. Вот, оба описания переведены, вы с этим совсем познакомитесь. Кроме того, Пьер-Девитти говорит, что армян из-за их обрядов, из-за их легенд и мифологии, часто называли саботинами и юлианистами, то есть, относили к евреям или вот к ересе юлиана-отступника. Такое тоже было. Пьер-Девитти рассказывает также о многих отличиях между вот этими общинами. И для меня было удивительно узнать, что армяне в начале, представители армянской секты, в начале 17 века, ну и в 16, в конце 16 века, поскольку материал для космографии собирался, конечно же, множество десятилетий, крестились не так, как крестятся сейчас. Причем Пьер-Девитти об этом пишет очень подробно. Он говорит, что вот яковиты крестились одним пальцем слева направо, а в противовес им, то есть, наоборот, крестились армяне. Во-первых, они крестились с двумя пальцами, а не одним, а во-вторых, справа налево, то есть, так, как крестятся сейчас православные. Ну и вот множество таких нюансов вы там найдете. Кроме того, я в этой статье рассказал о фактах, которые уже изложены в моей книге Исраилу Ларис Пандоры, о фактах попадания яковитов и нестериан в историю под именем армян. То есть, составители армянской истории называли яковитов и нестериан армянами. И таким образом, община армянская, вот эта, она становилась гораздо больше. Я привожу письма, которые как раз писались в период вот этой затеи Исраила Ури и Меликов. Это начало 18 века, конец 17, начало 18 века, где идет переписка между канцелярией Петра I и Шахом. И там в оригинале письма говорится о нестерианах, а нестериане это не армяне, это совершенно другая община. Повторяю, у них был и свой язык, и свой алфавит. Вот. Алфавит, у меня есть все варианты этих алфавитов, совершенно похож на армянский, он ближе даже к кириллице. Вот. И Шах называл, значит, говорил о нестерианах, на русский язык перевели христиане, то есть нестериане стали в русском языке христиане, а уже историки вроде Эзова и тех, которые описывали эту историю, они уже писали об армянах, хотя об армянах там не написано ни слова, я привел все эти письма, полный текст этих писем, и там нет ни одного слова об армянах. У Пьера-де-Витти также есть намеки на то, что армянами впоследствии, в последние века стали называть и другие общины, которые к армянам не имели отношения. Вот почему я вспомнил об истории. Очень похожая история нестериан, очень похожая история мельхитов, там есть мелики, там есть царь Косров, которого мы встречаем современной армянской истории. И все это очень интересно. Я надеюсь, что у вас хватит терпения проследить за всеми моими исследованиями, расследованиями и найти истинную историю армян и всего этого вороха наслоений, фальсификаций или случайных наслоений, или просто чьи-то небрежности. Такое тоже в истории было, и многие кстати, авторы 17 века говорят о небрежности. А напомню вам, почему нам, для нас очень важно изучать авторов, европейских авторов 16-17 века, я уже говорил об этом и повторюсь. Дело в том, что все исследования как раз европейцами проводились в это время, то есть исследователями были как раз современники Пьера де Витти. Это первое. Второе, манускрипты, которые мы называем древними, которые были написаны на древних языках, в кавычках я это все обозначаю кавычками, поскольку древность их еще нужно устанавливать и устанавливать, но, так сказать, еврейский, греческий, арабский, вот эти все манускрипты тоже дошли до нас благодаря тем самым европейским ученым, которые делали из них кодексы, которые складывали их, заполняли пустоты на свое усмотрение, как они понимали, вот что там в этом пустом месте или потерянном, или испорченном месте, где был испорчен текст, должно было быть написано, они это заполняли из своей головы, конъюнктурным методом, как это называют. Вот, поэтому все, что мы знаем и о древних манускриптах и рукописях, мы знаем тоже благодаря европейским ученым, как раз вот этого времени. Вот, об этом я буду делать, даст Бог, видео отдельное и о Птолемее, и о Платоне, и о Плефоне, обо всех. Это, конечно же, очень интересно для нас. А вам рекомендую пройти по ссылке, которая подойдет в описании к этому видео, и прочесть статью. Всем доброго здоровья, с Богом!